Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, и добро пожаловать в Гаррис Мод! И сегодня мы с тобой посмотрим на различных существ из такой игрушки, как Ark Survival Evolved. И, конечно же, перед началом попрошу тебя влепить свой лайк, также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Я желаю тебе приятного аппетита, приятного просмотра, ну а мы начинаем и поехали! Ну что ж, переходим в менюшку, и ты просто погляди, сколько же тут различных существ из такой прекрасной игры, как Ark. В принципе, я тебе уже сказал, да откуда эти монстры, существа, животные и так далее, называй как хочешь. И, собственно, в эту игру непосредственно я играл очень давно. Но это как бы все не важно. Давай, наконец-таки, начнем рассматривать всех наших существ. Итак, и первое, это у нас улитка. Улитка под названием Ахатина. По-моему, такая улитка реально существует, и она является самой большой в мире, обитает в Африке, что-то такое. Ну, собственно, вот, да, такая здоровенная улитка, правда, мне кажется, в реальной жизни она поменьше будет. И, короче, мы можем ее вот так вот ударить, и она что-то спряталась, она на нас обиделась. И почему она такого цвета, я тоже не понимаю, к сожалению. Возможно, она в игре так и выглядит, честно говоря, все эти нюансы не знаю, потому что, как я сказал ранее, в Африке я играл очень давно. Это было, наверное, лет 5 назад, может быть, 6, короче. И не заходил, да, давненько, так сказать. Ну, и, собственно, вот такая вот улиточка, она как бы спряталась, теперь я ее бью. И, как ты видишь, она урон вообще не получает. Да, как-то убивать я тоже не хочу, поэтому давай-ка я ее просто так вот удалю, и будем считать, что с ней все хорошо и отлично. Итак, следующее существо, это Алазавр, вот такой вот хищник, динозавр, который хочет нас сожрать. Мы его можем как-то приручить, по-моему, в игре, но в Гаррис Моде мы этого сделать, к сожалению, не можем. И, блин, реально, я не хочу никого стрелять с РПГ, потому что все эти монстры, точнее, не монстры, это же просто обычные животные, они все такие милые. Вот, и, как бы, трогать их совершенно не хочется, но мы снова протестим. РПГ, сколько хпшек у тебя? У него 630 хп, в принципе, не так уж и много. Ну, и, ладно, давай-ка вот так вот выстрелим. Извини, пожалуйста, братишка, и... Ой-ой-ой, я его вырубил, но он сразу же поднялся. Ну-ка, получи еще. Что-то я немножко не попал. Так, а что, подожди, подожди. А, у меня закончились патроны на РПГ. Ну, ладно, начну так вот стрелять. И, блин, как я реально, я не хочу его уничтожить. Давай-ка пусть лучше он меня уничтожит. И он меня... А, ифига себе, я думал с одного удара, но нет. Ему потребуется три тычки, чтобы меня завалить. Динозавр завалил акулу, прикольно. Итак, дальше у нас идет вот такой вот моллюск под названием Аммонит. Нифига себе, он здоровый. Так, он нас будет трогать? Нет, он нас вообще не хочет бить, потому что он находится, собственно, на суше. А, скорее всего, он должен обитать в воде. Да, но давай-ка мы постараемся его так же завалить. Мне, конечно, вообще этого не хочется делать, но, к сожалению, придется. Да, чтобы посмотреть, что же из него выпадет. Паучи, и из него так же выпадает кусочек мяска. Ну, ладно, хорошо, допустим, я, пожалуй, его сложу сейчас вот сюда, вот в подвал. А, не смогу с ним пролететь. Черт, ну ладно, положу его просто вот это вот сюда вот. И перейду к следующему животному. Итак, а дальше у нас идет вот такой вот, собственно, англорфиш. Это очень стрёмная рыба. По-моему, такие обитают на самом дне морском. У нее такой есть фонарик. И она меня фигачит очень сильно. Да, сносит мне просто дофигища хп. Ну и давай постараемся ее сейчас так же вот так вот, собственно, взорвать. И посмотреть, что же из него выпадет. Мне кажется, так же выпадет мяско. Ну, давай мы снова посмотрим. И, ну что, финальный выстрел получи. И да, из него так же выпадает, ну, скорее всего, не мяско, а рыба. Вот, да. Вот такой, собственно, тоже монстр агрессивный. Да что ж такое? Не монстр, а обычное существо. Да. Хотя, судя по внешнему виду, реально смахивает на какого-то монстра. И посмотри, у нее есть различные вариации. То есть вот такой серый фиолетовый. Также мы видели с тобой красный. Здесь еще даже желтый. Офига себе, сколько их. Блин, это очень круто. Окей, идем дальше. И это у нас анклозавр получается. Тоже вот такая вот здоровенная просто рептилия, так сказать. И он к нам дружелюбный, потому что это травоядное животное. Как ты видишь, у него вот такие вот шипы, также просто здоровенный сзади хвост, которым он наверняка, если захочет, то сможет нас уничтожить. Кстати говоря, давай-ка попробуем сейчас вот так вот их натравить. Сможет ли наш... А, видимо, его уже наш травоядный динозавр завалил. Я не буду драться. Да, смотри, они реально начинают драться. И он скинул его. Так, а ну-ка, что будет дальше? Кто же победит, пиши в комментариях. Но мне кажется, что Алазавр 100% должен победить. Хотя, смотри, по-моему, он броню не так уж и сильно пробивает. Или пробивает. Даже я не могу поставить, сколько хп-шек. По-моему, да. По-моему, все-таки он сейчас его уничтожит. Блин. Ой-ой-ой, фига себе, как он сейчас зарешал в конце. Ой-ой-ой, чего? Алазавр откинулся. Ничего себе. Да уж, это тебе не тираннозавр. Но на него посмотрим, конечно же, попозже. А прямо сейчас перейдем к следующему существу. Ну, а дальше у нас идет Аронео. Это гигантский паук. Чего? Офигеть. Ты просто посмотри на эту махину. Капец, он стрёмно выглядит. Я даже боюсь к нему подходить. Я, конечно, пауков не сильно толще побаиваюсь. Но конкретно от этого можно так знатно стремануться. Ты просто на него погляди. Он выглядит максимально крипово. Так, хорошо, давай-ка к этому пауку заспавним следующее существо. Арон, это вот такая вот гигантская здоровенная гусеница. Так, а вы будете драться, ребята? Нет, видимо, они не хотят драться вообще. А нет, смотри-ка, дерутся. И мне кажется, паук должен зарешать. Паук реально, мне кажется, сейчас выиграет. Так, а ну-ка, давайте, ребята, как-то побыстрее. Можно это все дело решать. Можно как-то побыстрее сразиться. И паучок... Так, сколько у него хп? У него, по-моему, все хп есть. Так, или подожди, или я не на того смотрю. Но он скинул, собственно, нашу гусеницу вниз. Или это не гусеница, точно не знаю, как она называется. И, кстати говоря, она побеждает. Она нашего паука уничтожила. Жесть! А точное название это... Артроплевра. Жесть! Ну и, собственно, это не гусеница, а многоножка. В принципе, да, она больше смахивает нам многоножку. Итак, а дальше у нас идет хищный динозавр под названием Барионикс. Вот такой вот, конечно, не сильно того, что и устрашающий. Хотя нет, все-таки он достаточно стремный. Ну и, собственно, он также хочет нас сожрать. И сразу же давай-ка мы к нему заспамним вот такое вот гигантское животное под названием Базилозавр. И они начинают драться. Ты просто на это погляди, получается водный хищник против маленького наземного хищника. Так, я его немножко отодвинул. Они перестали драться, к сожалению. Давай-ка и все-таки, да. Базилозавр одерживает победу. Кстати, он похож на гигантского морского котика. Окей, идем дальше. Дальше у нас какой-то безлебуфо. Короче, не знаю, как правильно читается. Это здоровенная, черт возьми, лягушка, которая будет нападать... Нет, не нападает на нашего динозавра. Но да ладно, пусть она, значит, скачет примерно тут внизу. Потому что слишком большая. Хотя, по сравнению с этим красавчиком, она, конечно же, будет поменьше. Так, идем дальше. И это у нас вот такой вот здоровенный паук божий. Как же мне стремно на него смотреть. Третий, он нападает на нашего базилозавра. И его очень сильно откидывает. А также спавнит вот таких вот маленьких паучков. Это просто какая-то жесть. Да уж, вот такого вот паука я точно в реальности бы не хотел встретить. Но мы смотрим дальше. И это у нас буш или баш. Что это? Подожди, просто кустик или что? Но наш, собственно, паучок его сожрал. Окей, я тебя понял. Так, ладно, смотрим дальше. Это у нас карбон эмус. Получается вот такая вот тоже черепаха. Здоровенная и очень древняя, судя по всему. Ну, наш паучок пытается ее завалить. Но я надеюсь, что у нашей черепашки очень прочный панцирь. Блин, я хочу, чтобы ее уничтожили. Поэтому давай-ка я поставлю ее, пожалуй. Черт возьми, походу, у меня вылетел. Гаррис мод, что за фигня вообще? Итак, ну что, я снова в гаррис моде. Да, к сожалению, он вылетел. Но, собственно, мы возвращаемся. И дальше нас идет, вот, собственно, карнозавр. Также хищник с такими вот рогами. Слушай, я его помню на самом-то деле из фильма Мир юрского периода 2, по-моему, он там был. Вот, и его там завалил Терекс. И можно, кстати, прямо сейчас сделать такую же битву. Черт возьми, Теранозавр Рекс против нашего карнозавра. И он, по-моему, его с одной тычки уничтожает. Нет, с двух все-таки. Но Терекс, конечно, это просто машина для убийств. Но конкретнее мы посмотрим его немножечко попозже. А мы переходим дальше к вот такой вот медузе под названием Книдария. Вот, собственно, такая древняя здоровенная медуза, у которой также есть электричество. Видимо, этим, да, электричеством, этим жалом она будет нас уничтожать. И, собственно, да, я очень быстренько откинулся. Поэтому, пожалуй, мы ее удалим. Итак, идем дальше. Это у нас вот такие вот ромбежки. Но, в принципе, ромбежки это не так уж и интересно. Нам интереснее вот такой вот маленький хищный динозавр. Пускай бегает, пускай реально бегает. Я не буду мешать. Но это здоровенный червь. Офигеть, это просто какой-то ужас. Ты посмотри на него, как же он стрёмно выглядит. И, походу, он нападает. Да, он убил нашего, к сожалению, маленького динозавра. Итак, ну а это вообще что такое? Честно говоря, не знаю, что это, но выглядит это существо мега интересно. Реально. И у них также схватка с этой гигантской просто гусеницей. Не знаю реально, как его назвать. И он, походу, пока что всех выносит. Окей, идем дальше. От нас получается динозавр. И он сразу же его уничтожает. Погоди-ка, я хочу его заспамнить. И это также маленький... А, я знаю тоже, что это за динозавр. Точно, а вот его я видел в парке Юрского периода. В самом-самом первом, самом, так сказать, древнем фильме. Но этот фильм просто офигительный. Он меня отравил, черт возьми. Так, я, пожалуй, его тоже пока что удалю. И посмотрю, что нас дальше. Это нас медведь. Просто реально медведь. А ну-ка, я хочу сейчас посмотреть, кто же победит. Мишка или динозавр. Давайте-ка, ребята, вот такая вот битва. Мне кажется, что динозавр должен победить. Давай-ка, динозавр, покажи то, что вы реально были царями всех животных. Давай-ка, завали Мишку. Хотя, Мишку мне тоже жалко. Подожди, подожди. Давайте как-то это мелым всё решим. Нет, всё, я изменил своё мнение. Мира не будет. Сражайтесь скорее. И они очень медленно друг друга валят. Но я знаю решение проблемы. Тираннозавр. Тираннозавр против всех. И бедный Мишка. Он так отчаянно держался. И он ещё живой. Мишка, Мишка нападает на тираннозавра. Давай-ка, я тебе помогу. Давай-ка ещё, Мишки. Давайте, Мишки, сражайтесь против тираннозавра. Давайте, Мишки, разных цветов и разных вариаций против Тирекс. И посмотри-ка, у Тирекса реально теряются хп-шки. Офигеть, просто что здесь происходит. И будет, чтобы у меня снова гаррисмот не вылетел. Но, по-моему, сейчас всё нормально. Окей, пускай не сражается. Я за спавни следующее существо. И это у нас Додо. Птица Додо. Сначала хотел сказать Додо пицца. Но это не реклама. И Мишка нападает на Додо. Нет, бедное Додо, бедное Додо. А это у нас Додо Рекс, нифига себе. Это у нас самая настоящая птица-динозавра, которая только что сожрала Тирекс. И, кстати говоря, возможно, в реальной жизни у всех динозавров как раз-таки и было оперение. Но этого мы никогда точно не узнаем. И дальше нас идёт вот такой вот так же динозаврик. Мега защищённый. Тоже с гигантским хвостом булавой, так сказать. Опасный тип. К нему бы я лучше не лез. А это у нас Индоминус Рекс, по-моему, также из фильма «Мир юрского периода». И ты посмотри, как интересно Индоминус Рекс прям как в фильме меняет свой окрас на невидимый. Это просто невероятно. Так, окей, хорошо, бегай пока что, бегай. Мы посмотрим, что у нас дальше. Это какой-то маленький жучок, жучок-паучок, которого сейчас так же Индоминус Рекс нет. Но его, смотри-ка, не трогает. А это, думаю, сейчас уничтожит. Ну ладно, смотрим дальше. Это у нас... Ой, это здоровенная рыбёшка. Видимо, тоже очень стрёмная. Ну а это у нас не Мегалодон. Это называется Данклетозеус. Я сейчас наверняка неправильно прочитал, но, честно говоря, про такое существо я не слышал. Возможно, я слышал, но просто забыл. И он очень сильно подлетел, упал. Индоминус Рекс его хочет уничтожить. Давай-ка уже заканчивай с ним. Но, видимо... Нет. Смотри, как он его сильно подкидывает. Офигеть. Ну, короче, пусть они там разбираются. А мы посмотрим следующее существо. И это у нас Эк. То есть просто яйцо. Видимо, едят у динозавра. Окей, пускай валяются. Хорошо. Что у них там вообще происходит? Индоминус Рекс победил. Да, Индоминус Рекс победил. Окей, смотрим дальше. Это у нас электрический уголь. И его также Индоминус Рекс сожрал. Просто сейчас всех будет уничтожать. Это просто чек, Индоминус Рекс сейчас будет всех реально уничтожать. Так, ну, смотрим дальше. Это у нас вот такая вот зебра-лошадка. Чего? Нет. Подожди. Нет. Индоминус Рекс её так сейчас уничтожит. Стой, нет, лошадка, нет. Как же мне тебя жалко. Беги, беги, пока есть время. Давай, убегай отсюда. Давай, беги. Индоминус Рекс не сможет спрыгнуть, а ты давай сваливай отсюда поскорее. Ты же не сможешь спрыгнуть, да? Да, по-моему, он не может спрыгнуть. Окей, смотрим дальше. И это у нас вот такой вот динозавр-бегун. Как точно называется? А точно называется Галли Мимус. Вот такое вот название. И после него идёт гигантозавр. Обалдеть. Ну, на самом деле гигантозавр, это, конечно же, не самый большой хищник. Самый большой хищник из динозавров, по-моему, всё-таки это тираннозавр. Но наш гигантозавр сожрал Индоминус Рекса. Офигеть. Так, ну, значит, сейчас самый крутой это гигантозавр. И к нему мы заспамим. Да чёрт возьми, давай-ка основа. Да что ж такое? Подожди, не бей меня. Вот такое вот существо. Маленькую такую птичку. Или это тоже был динозавр? И смотрим дальше. А это у нас вот такой тоже... Ай, динозавр! И меня уничтожили, к сожалению. Так, погоди, а как ты, братишка, чётко-то называешься? Ты называешься Иганодон. Да, он так и называется. Иганодон. Окей, хорошо. Пусть он ходит. Он достаточно мирный. И пусть реально тут у нас путешествует. Так, идём дальше. И это у нас вот такая вот стрёмная гусеница. Боже, я не могу на это смотреть, извините. Это прям очень стрёмно. Ну ладно, надо пересилить. Пусть она тут ползает. В принципе, мне это не мешает. Пусть реально тут существует. Все спокойненько. Мы смотрим дальше. И это здоровенная также рыбёха. Офигеть. Ты просто на неё погляди. Она просто реально здоровенная. Так, окей, ребятки. Вы будете тут вместе, так сказать, сосуществовать. И мы идем дальше. Это у нас вот такая вот кроха. И после этой крохи идёт у нас Мантис. Это гигантский богомол. И я даже знаю, какую битву сделать. Нет, стой, не трогай этого динозавра. Нет, я не смог его спасти. Тут её уничтожает Мантис, а тут её уничтожает гигантозавр. А ну-ка, гигантозавр, давай-ка, возвращайся. И Мантис также... А, это я, собственно, уничтожил гигантозавра. Блин. Подожди-ка, а ну-ка, реванш. Так, гигантозавр, где ты у нас? Давай-ка, гигантозавр, нападай на Мантис. Давай-ка, отомсти за свою братишку динозавра. Хорош. Правда, ты сам и уничтожил того динозаврика. Но да ладно, иди-ка, сражайся, он стоит ребёшка. И мы будем смотреть, что у нас идёт дальше. А дальше у нас, получается, после Мантис идёт мега ланья. Вот такая вот гигантская игуана. Точнее, извиняюсь, не игуана, а точнее сказать, варан. Вот, да, немножко ошибся. Хотя, как немножко? Достаточно сильно ошибся. Но да ладно, ходи здесь. И тут гигантозавр поджидает уже. И, походу, он, да, он её сожрал. Офигеть просто, офигеть. Итак, хорошо, идём дальше. И это у нас мегалозавр. Вот такой вот также здоровенный хищник. И к нему мы заспавим следующее существо. Это вот такая вот малютка, тоже очень миленькая. И, пожалуйста, не трогай его. Он его трогает? Нет, подожди, я хочу, чтобы ты жил. Всё, ты отправляешься вот сюда вот, и ты будешь жить. Так, а мегалозавр пусть бегает. И дальше у нас идёт нам ЛС. Честно говоря, не знаю, что это. Это гигантская мышь, что ли, или что? Офигеть, он стрёмный. И он нападает на нашего динозавра. И давай-ка посмотрим, кто победит. Мне кажется, динозавр 100% должен одержать победу. И, в принципе, да, он это и делает. Хорошо. Дальше идёт Отер. Отер это, видимо, да, вот такая вот маленькая выдра, которая также убегает, но она не успела убежать от нашего динозавра. Прости, братишка, но я тебя, пожалуй, удалю. Так, а после выдры у нас идёт вот такой вот динозавр под названием Овераптор. И к нему мы сразу же спавним вот это вот здоровенное существо. И имя ему на русском языке Индракотери. Если я всё правильно, конечно же, произнёс. Хорошо, пускай тоже ходит. И к нему мы заспавним паразавра. Тоже травоядное животное. Но вот, скажу честно, травоядные достаточно скучные. Поэтому давай скорее доберёмся до следующего хищника. А дальше у нас идёт здоровенный Скорпион. Вот такой вот капец, он тоже очень стрёмный. И, конечно же, хочет он на нас напасть. Но я, пожалуй, от него буду вот так вот отлетать. А дальше у нас идёт обычный Раптор. Да, вот такой вот, собственно, Раптор. Ничего также примечательного. И, скорее всего, он будет нападать на Скорпиона. Скорпион, походу, его уже своим жалом просто ударил. Да. Так, окей. И к ним мы сразу же спавним нашего Тираннозавра. Который сейчас просто тут всех будет раскидывать. Это прям инфо-соточка. И к ним также добавим Спинозавра. А Спинозавр это прямой конкурент Тираннозавра. И, кстати, по-моему, Спинозавр всё-таки крупнее, чем Тираннозавр. Однако у них тут, смотри, какая ожесточённая битва. Я не знаю, правда, что у них с цветами. Но они сражаются. И сейчас у них небольшой реванш. Окей, посмотрим, что же будет дальше. А дальше мы поставим нашего Террор Бюард. Это, собственно, такая вот по названию, в принципе, уже понятно, кто это. Это такая стрёмная большая птица, которая нападает на всех подряд. Ну, хорошо, давай, если такой смелый, то иди на Тираннозавра. Давай, братишка, иди. Давай, давай, посмотри, как ты с ним справишься. А ты с ним никак не справишься. И Тираннозавр, конечно же, его уничтожает. И, походу, на второй раунд. Смотри-ка, второй раунд. Спинозавра и Тираннозавра. Да, они дерутся. И Тираннозавр побеждает. Ну, вот, действительно, царь всех зверей, так сказать. В прошлом, конечно же. Окей, у нас осталось, в принципе, не так уж много существ. А это, собственно, тоже вот такой вот здоровенный монстрюга под названием Терезиннозавр. Да, такое у него прикольное имечко. И здоровенные когти. Ты просто погляди, сам Росомаха позавидует. И прямо сейчас к нему мы заспавним Титана Буакс. Я думал, она будет побольше. Ну, какая-то реально маленькая, я думал, больше. Однако, она все равно атакует нашего, собственно, забыл, как тебя называют. Терезиннозавр. Вот. И что-то он вообще какой-то пассивный не хочет атаковать. Да, смотри, он просто стоит, смотрит и Титана Буа его уничтожает. Так, хорошо, смотрим дальше. А дальше у нас идет, собственно, Титаномура. И это у нас гигантский муравей, который также ко мне враждебен. Извини, братишка, но тебе придется, походу, делэтнуть. Итак, ну а после них идет Титанозавр. Это просто здоровенная махина, ты погляди на него. Офигеть. Давай-ка мы, пожалуй, поставим его сюда вот вниз. И пусть он себе тут ходит, существует. Не, ну он реально здоровенный. Давай-ка его для примера заспавнивать Тиранозавра. И ты просто посмотри, насколько Тиранозавр меньше, чем наш, собственно, Титанозавр. Так, хорошо, дальше у нас идет самый обычный мирный Трицератопс. И к нему мы заспавним Триболите. Короче, вот такой вот, не знаю, кто это. Это моллюск, наверное, какой-то очередной. И он куда-то себе ползет, непонятно куда. Окей, спавним дальше. Это у нас Тродон. Вот такой вот маленький хищный Тиранозавр. Хочет сказать, просто, да, маленький хищный Динозавр. И чтобы он не трогал нашего Трицератопса, я, пожалуй, его удалю. Итак, ну и остается у нас два существа. Это здоровенный вот такой вот носорог. Ты просто погляди на него. И вот такие вот просто два рогатых существа. Тут у нас ходят, вместе на друг друга не нападают, а... Или нападают, погоди-ка. Погоди-ка, я не понял, что это сейчас было. Он что-то упал, но нет, вроде бы они все равно мирные. Хорошо, и последнее существо. Это Ютиранус. Вот такой вот здоровенный хищник. И у него, посмотри-ка, есть оперение. И он нападает на нашего Трицератопса, а также на нашего носорога. Хотя, по-моему, носорогу абсолютно плевать, что у них тут происходит за схватка такая. Так, Трицератопс, подожди, он снова атакует. Давай-ка, получи. И кто же победит? Мне кажется, что все-таки Трицератопс должен победить. А ну-ка, давайте продолжаем. И нет, к сожалению, Трицератопса убила гравитация. Ну и наш последний бой на сегодня. Это получается Ютинозавр против нашего носорога. И он побеждает. Ну и, собственно, вот мы и посмотрели с тобой абсолютно всех существ в этом моде. Ух, ну что, мод реально просто огромный. Если ты сам хочешь посмотреть на всех этих существ, то ссылка на него будет в описании. Конечно же, ставь свой лайк, подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а с тобой мы и от Викли, это был игрушка Гаррис Мод. Я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, друзья.